Дима Сразу хочу сказать, что Дима сделал отличную работу по объяснению тех 95% теорий, которые мы не знаем, можно говорить вечно. А я расскажу про оставшиеся 5, которые мы реально можем наблюдать. У нас есть дуплама, подмечающая день рождения. Свой 380-тысячный день рождения. А всем нам интересно, что произошло здесь, а также, что произошло здесь. На самом деле, еще больше интерес для науки и для всех нас представляет вопрос, что произошло здесь. Вот Дима рассказывал все вот это. Мы не знаем вообще ничего. Только Дима знает. А я расскажу все. Сначала просто немножко напомню, что все, что мы видим, слышим, ну не слышим, ну вот свет, он везде. То, что вы видите, находится, это спектр света. То, что вы видите глазами, находится вот на этом маленьком таком участке. А дальше ученые придумали кучу разных названий для оставшихся частей света. Все, в отличие от того, что мы видим, в длине волны. То, что идет налево, становится более красным. Длинные такие волны, у них меньше энергии. Это вот инфракрасное излучение, которое у вас в ВК, в всяких приемниках. Дальше микроволновое. Это вот когда вы идете обедать, включаете микроволновку. Это вот она использует микроволновое излучение. Радио. Все слушаете в машине. А если поедем направо, то длина волны уменьшается, энергия растет. И, соответственно, собственно, поэтому вы можете загорать при помощи кончалита на сунду. Вот. А это так, просто хотите, чтобы напомнить вам что-то про свет. А теперь еще кое о чем тоже напомню или расскажу, что будет необходимо для дальнейшей презентации. Когда астрономы смотрят на далекие объекты, то практически все из них выглядят краснее, чем они должны быть. Возьмите яблоко, держите в руке. Вы можете сказать, что оно зеленое. Если вы его запустите далеко-далеко, с очень большой скоростью, оно будет лететь дальше, чем наша галактика, и еще дальше, чем скопление галактик. Цвет у него будет не зеленый. Цвет у него чуть подпременяется. Для этого могут быть две причины. Первая – это из классической физики. Так называемое докторовское смещение, когда дверь движется от нас. Тоже яблоко. Движется от нас, он что-то излучает, его длина волны увеличивается. Вы видели это на предыдущем слайде. Она становится краснее. Если она движется к нам, длина волны становится меньше, все становится синее. Есть еще вторая причина. Так называемое расширение Вселенной. Клесаивать очень легко. Что за коротка расширяет Вселенную? Возьмите резинку. Нарисуйте на ней волну, как здесь показано. У нее какой-то размер есть. Если вы начнете вытягивать эту резинку от трусов, то у вас нарисована волна, она начнет растягиваться так же. Все то же самое происходит со светом во Вселенной, что здесь показано. Ученые это все время обнаружили и написали такую простую формулу. Я даже формулу покажу. Можете их не запомнить. Вот. Забыть. Давайте дальше. Собственно, вот этот товарищ ответственный за то, что мы знаем, что Вселенная расширяется. Его звали Эдвин Хаббл. Он был американским астрономом. Курил трубку. И наблюдал за галактикой. К 1929 году он наблюдал большое количество галактик. И просто сделал элементарную вещь. Построил график. Которую вам показывает. Вот. По оси Ифрик. Скорость галактики. Которую можно примерить разными способами. Не будем вдаваться в детали. Кстати. Для... Для всех наверно. Ладно, я потом создаю вопрос. На... Кто сам... Самый зор. Ну и расстояние от галактики. Я видел удивительную зависимость. Чем дальше галактики от нас, тем быстрее они от нас улетают. Вопрос почему? Сразу родилась идея, что... Ну... Вселенная как бы немножко расширяется. И все от нас улетает. А, я... Я решал вопрос. Лирическое отступление. Кто-нибудь что-нибудь увидел? Какую-нибудь ошибку на этом графике? Нет. Можно отморять. Нет. Можно отморять. Нет. Такая. Чисто. Наивно одеться. Дима физик должен. Скорость написать? Нет. Там тоже ничего нет. Дима физик, а за это вы двойку поставите. Правильно. Не знаю почему, но Эльвин Хаббл решил написать скорость. Правильно. Ну, ладно. Да это не ошибка на самом деле. Как сказали бы в театре авторах так видите. Да. Давайте пропустим все эти формы. А, нет. Вот тут. Раскнуемся. Собственно он вывел вот эту зависимость наблюдателя. То есть он ее увидел. Не просто придумал. Он увидел. То, что скорость галактики, ну и вообще любого тела. Вне галактической. Пропорциональна расстоянию до него. И он был вот этот фактор. H0. Это называется постоянная Хаббл. Наверно кто-то слышал о ней. Это константа. Сейчас современная космология играет в очень большую роль. А можно попробовать? Да, можно. Но если как бы вселенная там называется. То должны быть галактики, которые примерно параллельны с нами. Они как минимум 20. Ну, на основе Земли. Другие более нагрузленные. Расходятся быстрее. Которые находит. Которые бы могли лететь. И это постоянно. И это постоянно. Для галактики. Для галактики. Я думаю. Противоположная. Через большой взрыв. Одна галактика. Вселенная. Отдаляется от вас. Войной скорость. Действительно. Вы правы и не правы. Это постоянно. Не постоянно я сразу скажу. В разное время. Он бы нам пытался направление на галактики. Которые. Которые нам сопутствуют. Которые нам надо оплатить. И не верешно видно на самом деле. Как нам надо находит. Есть один такой факт. Установленный эмпирически. И подтвержденный наблюдением. Вселенная. Она в любую сторону одинаковая. Все расширяется в любую сторону. Абсолютно одинаково. В каком бы месте во вселенной вы бы не сидели. Все будет от вас удаляться. Абсолютно точно так же. Смирить. В любом месте. В любом месте. В любом месте. В любом месте. Можно и так. Во-первых. Центром вселенной нет. В любом месте вообще. Как бы всем нам. Некоторым людям не хотелось бы. Центром вселенной. Ну. К тому моменту, как Хаббл сделал свое открытие, ученые начали думать, что же это, черт возьми, значит. До него товарищ Эйнштейн, всеми горячо любимый, в свое время изобрел модель стационарной вселенной, где вселенная вообще не изменялась, ничего с ней не просадило и все просто висело. Когда Эйнштейн Хаббл сделал свое открытие, ученые стали думать, как же это все описать и вообще, что черт возьми, произойдет. Было две главенствующие теории, которая по-английски называется steady state и, на мой взгляд, очень неправильно опираться на русский как стационарная, потому что до этого была стационарная, но это не совсем стационарная. Это, по сути, стационарная, но только во времени, в которой, даже несмотря на расширение вселенной, все равно ничего не меняется за время. Ну и там были всякие требования. Вторая теория, всеми любимая теория большого взрыва, которая приняла сей факт расширяющейся вселенной и дальше, используя простую логику, заявила, что раз расширяется в данный момент, раз все от нас улетает, то в какой-то момент в прошлом все было ближе, 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 ближе. Если вы просилили все эти моменты времени далеко в прошлое, то окажется, что было какое-то очень плотное, соответственно, очень горячее состояние когда-то в прошлом. Это, по сути, основная идея большого взрыва. Ну тут разные люди, которые, собственно, разрабатывали эти теории. Ну в итоге, как у нас всем известно сейчас, эта теория была признана неверной, хотя до сих пор есть люди, которые пытаются писать статьи по этому поводу. Потому что она не смогла подтвердить то, что мы видим. Как бы наука замечательна тем, что можно принимать хоть тысячу, хоть сто тысяч самых безумных теорий, которые только хочешь. Хочешь, там, на одну миллиарду измени это число и все будет работать. Если эта теория, твоя теория не подтверждается наблюдениями или экспериментами, в астрономии мы можем только наблюдения делать, в отличие от физики-элементарных частистов. Вот, если теория не подтверждает наблюдения, то все. Можешь идти напить. И вот одним из таких наблюдательных проявлений, которые эта теория не смогла описать, но которая описала, даже не описала, теория большого взрыва напрямую сделать прогноз о существовании так называемого реликтового излучения. Где-то в конце 40-х, в начале 50-х группа астрофизиков американских и его американские коллеги называют Джордж Гаммов, имифирировавшие все время все спец союза. Товарищ, они... Спойлер. Ладно, как здесь... В общем, они разрабатывали теорию большого взрыва. А точнее, теорию горячего большого взрыва, в котором все когда-то в начале было очень плотным и горячим. И сделали предположение, что раз все так было в прошлом, то сейчас мы должны видеть определенные наблюдательные проявления, обголоски, эхо того, что было когда-то давно. И вот они сказали, что если мы правы, то во Вселенной должно существовать излучение, свет, которое заполняет все пространство везде, всю Вселенную. И с очень маленькой температурой, порядка 5 кельванов. Ну, это как Цельсия, только Кельванов. Холодно очень, очень холодно. Прошло где-то почти 15-20 лет, и это излучение было открыто, причем совершенно случайно. Вот эти два товарища на фотографии, Арнольд Пензиас и Роберт Уилсон, они вообще были работниками телефонной компании Белл в Соединенных Штатах. И проводили различные опыты с вот этой отличной супер-большой тарелкой, изучали свойства атмосферы и распространение радиогул в них. И нашли очень странный сигнал. То есть они очищали свои сигналы от разных поверх, нашли одну поверху, которую они не смогли никакими методами удалить. В какой-то момент они даже думали, что голуби виноваты в этом. Что голуби, извините, оставляли свои отходы внутри тарелки, и они каким-то образом влияли на распространение их сигнала. После того, как они несколько дней чистили трубку от голубей, это значит, что нет. В общем, они пришли к поводу, что этот сигнал имеет абсолютно точно внеземное происхождение, а более того, внегалактическое. Созвонились с людьми из Принстона, которые на тот момент пытались разработать свой эксперимент, чтобы найти этот свет, это излучение. Там ученые обиделись, ну, в смысле, не обиделись, а расстроились, наверное, конечно, что они были не первыми. Но в итоге было подтверждено, что это именно то излучение, которое было предсказано этой теории. Через 10 лет была вручена Дублевская перемена. Назад, назад. Вот, стоп. В 1962 году, когда они смотрели с помощью своей дырелки на небо, они видели такую картину. Если мы надеемся в карту неба, она будет выглядеть вот так. То есть, все небо заполнено каким-то излучением. Белая полоса здесь – это излучение нашей, собственно, галактики, в которой мы сидим и которая тоже на небе находится. И с тех пор люди стали вкладывать большие деньги в то, чтобы построить большие новые телескопы для того, чтобы изучить, что же это излучение. А, да, надо сказать, что излучение – это находится на длине волн, которые соответствуют вашей микроволновой печи. Это микроволновое, если ч, излучение. Которое, на самом деле, присутствует... Ну, сейчас уже, наверное, нет. Раньше, если помните, когда еще не было кабельного телевизора, и все мы жили с антеннами. Да, между, были как каналы настройки, там такая же сумма, рябь, примерно 1% этого рябь, и это рябь, это как раз таки вот это излучение, которое летит в фронт из космоса. Ну, вот, люди стали строить новые телескопы, новые спутники, и вот первый из них в 1992 году был запущен, американский спутник Кобе, который из космоса исследовал это излучение. По большому счету, все вот это – это большая телевизионная антенна. Только стоят они миллиардов долларов. А, по сути, то же самое. То есть, сейчас она по прошествии, сколько-то, 30 лет, техника развилась, мы стали более чувствительны, мы смогли пощупать этот свет гораздо более точнее. И уже появилась вот такая карта этого излучения. Опять же, красная, большая – это наша галактика Млечный Путь. Это на нее не обращать внимания. То есть, уже стали видны какие-то области, где вот зелененькие, синенькие, да, какие-то желтенькие. На самом деле, на самом деле, просто такая-то температура этого излучения. Где-то оно холоднее, где-то гельчее. В 2003 году американские придумали еще один телескоп, WMAP. Он показал нам еще более детальную картинку этого излучения. Вы начинаете видеть мелкие детали. Наконец-таки, в 2009-м, пускай не ошибаюсь, европейцы запустили космический телескоп ПЛАНГ. Специально для излучения этого света. Как он называется, это излучение. Вот вы видите, насколько лучше стало изображение, скажем так. Они померили, что температура этого излучения, в среднем, 9,7 градуса, кельтам. Что, в принципе, абсолютно точно было пересказано той самой теорией Гамма и Инди Калек, теорией Большого Зеленка. Да, все знают, что такое флуктуация, возмущение, разность. Это нам понадобится чуть-чуть позже. Но суть в том, что есть области этого излучения, которые более гельчие, есть более толпы. Наша демника... То есть, если просто вы не впечатлены тем, что мы можем как-то проверять теории зарождения Вселенной, ну, хорошо, давайте впечатлимся тем, на что способны наши инженеры и наша техника. Разница между вот этими областями в температуре 10 в минус 5. Ну, при том, что температура там уже практически близка к температуре абсолютно нуля. Ну, к абсолютно нулю. То есть, это хорошо. Ну, собственно, я тут уже рассказываю, не знаю, сколько, 20 минут, да, об этом излучении, а всех интересует только один образ, что это такое. Ну, давайте отвечу, попробую ответить на этот вопрос. Вот тут у меня тут есть три стрелочки. Синяя показывает возраст Вселенной, ну, схематичные, естественно. На реальность масштаба не притягивает. Где-то вот здесь было начало, которого, может, и не было, не знаю. Красная показывает температуру Вселенной. Ну, то есть, вы видите, какая температура была в начале. Ну, лежа просто пока из-за того, что размер Вселенной увеличивается, потому что она расчискается. Один раз. В начале, вот после всего того, что Дима рассказал, когда были сформированы первые частички, протончики, электрончики, и трончики, и фотоны, протончики, все это бурлило вместе с друг с другом, все друг вместе с другом. Никаких отдельных там атомов, зданий, планет не было. Все было вместе. Фотоны, которые очень любят летать сквозь пространство, они абсолютно моментально, буквально, рассеивались на свободных электронах. Просто в физике так и получается, что, когда есть свободный электрон, если на него летит фотон, они соотделяются, фотон абсолютно меняет направление своего движения, непонятно куда, и вот так вот происходит постоянно, если у вас есть такая кашля. То есть, фотоны, свет не был свободен. Он был заперт в этой тюрьме из бурлящих частиц. Потому что температура была большая, плотность была большая. Просто, ну, это как в коммунальной квартире. Просто некуда было уйти. Собственно, это было то, что плазма из всех частиц. Вселенная постепенно расширялась, яхлаждалась. И это происходило довольно долго, примерно 400 тысяч лет. До тех пор, пока в какой-то момент температура Вселенной не упала до такой отметки, что, во-первых, расстояние между частицами между атомами, электронами и фотонами стало больше, но плюс к этому энергия фотонов стала тоже меньше. Ну, я вам показывал в начале, потому что если вы ощущаете это странство, их энергия падает. В общем, в какой-то момент эта коммунальная квартира превратилась, ну, уже это было, в тревком, в большую, в тон, наверное. Фотоны в какой-то момент сказали, все, до свидания. Это был первый момент, когда фотоны смогли освободиться из этого замкнутого состояния с веществом, и они были излучены. С того, что физики называют поверхность последнего рассеяния, ну, это так и так. И вот именно эти фотоны, которые были заперты с веществом, то есть со всеми этими частицами на протяжении 400 тысяч лет, с момента рождения Вселенной, как только они и случились, в процессе, врученном, называемой комбинацией, когда протоны электронные соединились и искали фотоновые гулялики. Собственно, вот эти фотоны и есть то самое риктовое излучение, или как по-английски так называется Cosmic Microbate Program. Вот именно эти фотоны мы сейчас регистрируем. Те самые, которые родились практически 13,7 миллиарда лет назад. И надо искать еще одну вещь. То есть они вот здесь родились и в итоге попали к нам в телескоп, в телевизор. Надо сказать, что вот до этой отметки с помощью телескопов сейчас мы можем наблюдательно что-то установить о том, как выглядела Вселенная, как она развивалась. После этой отметки уже начинается область теоретической физики, где все придумают теории и наблюдательно с помощью астрономии мы уже не способны ничего сделать. Во всяком случае, пока. Есть небольшие трюки. Но это тема других лекций. Собственно, все эти картинки – это хорошо. Но что они нам дают, кроме того, что это какое-то распределение температуры на небе? Теория большого зрела настолько красива, что она описывает Пьер. Разница между теплыми и холодными участками в этом облучении заключается в следующем. Когда-то давно, в самом начале, когда вещества и ради цвета были замкнуты, друг с другом жили вместе, во Вселенной из-за, в том числе из-за инфляционных процессов, в какой-то момент стали развиваться неоднородности. Неоднородности такие. В каком-то месте Вселенная была чуть-чуть больше массы, в каком-то чуть-чуть меньше. Масса притягивает. Работает сила гравитации. В какой-то момент в каких-то частях Вселенной, то есть, ну, представляете, да, Вселенная планета, я не знаю, ну, разбером, наверное, в Землю. В каких-то частях Вселенной чуть-чуть было больше матерей, а, соответственно, и света, потому что они были вместе, в замке. Но где-то меньше. И вот эта разница между вот этими местами во Вселенной тогда, 13 с чем-то миллиардов лет назад, она в итоге отразилась на том, как этот свет был излучен и дошел до нас. То есть вот эти красные и синие места показывают вам, где было больше материи, а где было меньше, когда Вселенной было 400 миллиардов лет. Да, да. Собственно, сейчас я немного расскажу о других способностях в теории Большого взрыва и наблюдении за этим реликтовым излучением. То, что дает ученым право говорить о том, что мы немножко знаем о том, как устроена Вселенная. Что тут за страшное тут уже написано буквой. Вот есть тогда реликтовое излучение, которое у нас везде надеет. Дальше физики используют математика, ну или те, кто в основном математику в университете, сами это делают. Все вот то, что мы видим, может быть разложено с помощью этого преобразования ФУИЕ в так называемые гармонические функции. Ну, вообще не важно, что это. Я просто перейду аналогию, я думаю, ну, надеюсь, будет понятно. Когда вы берете гитару, если кто-то играет на гитаре, берете один аккорд, да, по струне. Как это называется? Пьете. Она звучит. Так вот, этот аккорд, это сумма всех тех нот, которые вы зажали перед тем, как вы даете по струне. Каждая из этих нот звучит с какой-то определенной громкостью. Вот сумма всех этих громкостей дает вам в итоге тот аккорд, который вы хотели взять. Ну, вот самый гениальный, например, например. Точно так же ученые делают из вот этой штучи. Все, что мы видим, это просто сумма разных нот, на которых звучит вселенная. Вот они называются моды. Первая, вторая, третья, и так далее. Это бесконечность. Зачем это делается? Затем, что если мы так разложим это все, единую картинку на составляющие, то мы можем построить так называемый спектр мощности. Это просто такой график, который показывает, где вот эти разницы температуры больше в зависимости от вот этих мод. То есть на каких масштабах эти разницы больше или меньше. Крафик такой, очень страшный, я знаю, мне самого не нравится. просто что из этого нужно увидеть? Это следующее. Вот кривая это то, что предсказывает теория большого взрыва. То, что она делает без всяких наблюдений. Каждая точка это результат наблюдения этого излучения. ну, то есть, можно невооруженным главным сказать, что в принципе все ложится практически идеально. Это то, с какой точностью эта теория описывает по крайней мере то, что произошло 400 лет, тысяч лет после рождения Вселенной и их после, когда это все пришло. я не буду акцентироваться на деталях, но просто скажу, что вот эта штука помогает ученым также определить состав Вселенной. Вы все слышали, естественно, о темной материи и темной энергии. Так? Скажу сразу. Никто из ученых не знает, что это. Как предыдущий генератор говорил, ученые любят придумать что-то для того, чтобы объяснить что-то, что они не понимают. Точно так же была придумана темная материя и темная энергия. Но удивительным образом то, что они были придуманы отлично описывает наблюдение. А наблюдение в свою очередь позволяет нам установить сколько темной материи или темной энергии или просто обычной материи вот как мы с вами находятся во Вселенной. Просто я не буду вдаваться питали как здесь что происходит я просто показываю что если вот это современные данные во Вселенной 74% Вселенной это темная энергия. Никто не знает что это но вот она доминила. 22% это темная материя. Всего 4% всей Вселенной это атомы простые из которой состоим мы планеты звезды и все что мы видим только 4% если вы меняете 4% увеличиваете это количество или уменьшаете вот этот график он начинает скакать точно так же будет если вы измените вот эту часть вы тоже начинаете ее увеличивать и уменьшать то же самое будет если вы начнете изменять количество темной энергии так как все это меняется у нас есть данные наблюдений то с помощью компьютерных моделей ученые как бы подгоняют и в итоге собственно они и вычислили все эти программы опять же я не говорю что мы знаем мы ничего не знаем про это пока что но просто демонстрация силы науки ну собственно я на этом остановлюсь лучше если есть вопросы отвечу спасибо 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 спасибо